Всем привет! В этом видео я расскажу вам о сервисных кодах на телефоне Realme. Вы узнаете, где их находить, зачем они нужны и что лучше делать с каждым этим кодом. Начнем с того, что сервисные коды это последовательность знаков, обычно это звездочка-решетка, ряд цифр и решетка-звездочка, либо же просто решетка. Эти сервисные коды заложены в основу каждого Android смартфона. То есть, независимо от бренда, например, то же самое Xiaomi, Huawei, Meizu и так далее, может использовать свои определенные сервисные коды. На каждой версии Android сервисный код свой, и определенные элементы проверки могут меняться с выходом новых версий Android. Также каждый бренд оставляет за собой право изменять эти коды и добавлять свои для проверки оборудование. Например, почти на всех смартфонах этот сервисный код вызывает проверку IMEI. То есть, мы узнаем и мои первые сим-карты, и мои вторые сим-карты. Также есть еще множество других сервисных кодов, которые работают на каждой модели телефона по-своему. В этом видео я расскажу вам о 8 полезных сервисных кодах на телефоне Realme, которые работают на любой версии прошивки. То есть, он будет работать как на версии прошивки для Индии, Украины, России, либо же Китая. Разницы никакой нет. Эти сервисные коды работают на всех устройствах Realme. Первый сервисный код, который можно использовать, это код вызова IMEI-меню. Звездочка, решетка, 0, 6, решетка. Мы видим здесь наш IMEI. То есть, IMEI в данном случае изменить нельзя. Он привязан к системной плате. Раньше можно было его заменить, либо же замаскировать. Сейчас с обновлениями Андроида это сделать практически невозможно. Поэтому по нему можно сферить оригинальность устройства. Как это делать, видите, в подсказке выше. Второй сервисный код – это информация о программном обеспечении телефона. Нажимаем звездочка, решетка, 6, 7, 7, 6, решетка. Здесь мы увидим модель нашего телефона, версию Андроида, версия модуля связи, ядро, название прошивки, ее код, дату сборки опять же, полное название от обновления, версия модема, регион оператора и еще версия. Эти же данные вы можете узнать и в меню о телефоне. Следующий код – это инженерное меню. Наверное, самое популярное среди обычных пользователей под меню, которое можно войти на любом телефоне. Звездочка, решетка, 8, 9, 9, решетка. И это инженерное меню подразумевает под собой меню проверки элементов телефона. Тогда его лучше использовать, например, при покупке телефона. Если вы не уверены в полной надежности купленного вами смартфона Realme и хотите удостовериться, что все работает исправно, советую использовать это инженерное меню. Также, если вы покупаете БУ-телефон, то обязательно проверяйте это через автоматический тест. Нажимаем и здесь будет проходить автоматический тест. То есть вы сможете проверить экран на битые пиксели, чтобы он отображал правильную световую палитру и так далее. Будет тест вибрации. И здесь мы можем назвать подтвердить, то есть тест пройден или нет. Нажимаем Pass. Камера. Пройдена. Передняя камера. Пройдена. Тест фонарика. Есть. Отображается информация по батарее. Суммарный вольтаж. Статус зарядки. Текущий уровень батареи. Все нормально. Тест наушников. И гироскоп. Акселерометр. То есть в этом меню мы можем проверить все элементы в автоматическом режиме. Также можем в ручном режиме просмотреть всю информацию. Например, проверить статус GPS. Как он ловит спутники, насколько быстро. Также, если нажать на Manual Test, здесь можно пройти все те тесты, которые были в авторежиме, вручную. То есть, например, если вас беспокоит какой-то элемент на телефоне, то его можно проверить с помощью этого меню. Например, если датчик освещенности работает плохо, то ищите, как он называется на английском языке, и проверяете. Через инженерное меню вы не сможете настроить, к примеру, чутительность микрофона, либо же увеличить громкость динамиков, как это можно сделать на некоторых телефонах Xiaomi. Так как здесь разработчик заблокировал эту функцию, ее возможно отрегулировать только с разблокированным загрузчиком и установленным root-правами. Поэтому я рекомендую использовать это инженерное меню для проверки компонентом телефона через автоматический тест. Так вы сможете сократить время проверки при покупке с рук. Поэтому я считаю этот способ достаточно удобным и код очень полезным. Следующий сервисный код – это проверка серийного номера основной платы Realme. Звездочка, решетка, три восьмерки, решетка. То есть PSB номер и уникальный номер, который нужен для тех, кто занимается ремонтом телефона. Также есть уровень излучения. Так званный SRA-level. Но на моем телефоне OPPO Reno3 Pro и на этом телефоне Realme 6 он не показывается. Не знаю почему, но значения показываются нулевые. Но в идеале здесь должны показываться значения по уровню излучения от этого устройства. Следующий код – это FCM-диагностика. Звездочка, решетка, звездочка, решетка, 4, 2, 6, решетка, звездочка, решетка, звездочка. FCM-диагностика – это информация по вашей сети, то есть к чему сейчас подключен этот телефон, через какую сеть. Мы сможем посмотреть последние события, то есть какие приложения подключались к сети в последний раз. Эта информация будет полезна вам, если вы в ней хоть немного разбираетесь. А так как мне, рядовому пользователю, она не будет особо полезна. Включаем дополнительный режим. Здесь также можно посмотреть по последним подключениям, например, подключения к точкам Wi-Fi и их определенные данные. И опять же, эта информация будет полезна тем людям, которые в ней хоть немного разбираются. Следующий сервисный код на Realme – это будет использование данных календаря. Например, звездочка, решетка, звездочка, решетка, 2, 2, 5, решетка, звездочка, решетка, звездочка. Это данные по Google календарю. Если вы на своем телефоне используете Google календарь, но практически во всех телефонах Realme это так и есть, то здесь будет определенная бесполезная информация по мероприятиям, которые заданы на вашем календаре. Они неактивны, просто выводится определенная информация по количеству мероприятий. На этом, в принципе, и все. И последний код для этого видео – это сервисный код обратной связи. Решетка, звездочка, 800, решетка, фидбэк. Через это меню вы сможете оставить отзыв о работе телефона, либо же предоставить какие-то пожелания для будущих обновлений. В этом меню самое важное – выбрать направление проблемы. Например, если у нас не работает Bluetooth, помехи, не подключаются устройства, если плохо ловит сеть GPS, если не распознает лицо, плохо работает камера, либо же сенсор. Например, у меня плохо работает тачскрин. Нажимаем на это меню, и здесь нам нужно будет нажать «Старт логининг». Включаем «Скрин рекординг». Будет записываться область экрана. То есть вы сможете максимально подробно описать проблему со своим телефоном. С помощью такого лого-поддержка сможет быстро устранить неисправность, если она вызвана обновлением, либо же подскажет, что делать, если это механическая поломка. Также здесь можно пройтись по настройкам и выставить данные по логам. Следующая вкладка – это вкладка «Добавить предложения». В этой вкладке удобно создавать какие-то, например, предложения и пожелания по работе. Например, вы хотите, чтобы добавили определенную опцию, как это было со вторым пространством, ее добавили Realme UI 2.0. Пишите «Добавить второе пространство». Пишите свое имя, контактные данные, либо же e-mail, описание и другие данные. После этого нажимаете «Подтвердить», то есть «Отправить». И сообщение отправится напрямую к разработчикам. Это очень полезно, особенно тем, кто пишет нам на форуме обратной связи на сайте Realme Help о том, что какая-то проблема с телефоном, что-то не работает, либо же добавьте, пожалуйста, эту функцию. Используйте, пожалуйста, этот код. Ну а на этом, в принципе, и все. Я надеюсь, это видео было полезным. Вы используете хотя бы несколько кодов в работе со своим телефоном. Если будут дополнительные вопросы, то задавайте их ниже в комментариях. Всем спасибо за внимание и до встречи.